Всем привет! Это небольшой отзыв после 13 тысяч километров. Ну и заодно все плюсы и минусы. Ну в основном минусы, плюсы все и так знают. И потом в конце о доработках. Коротко, по поводу минусов, которые не нравятся всем. Это все как всегда, это сиденье. У кого есть комфортное, тем лучше, но все равно не вау, как народ пишет. Будет однозначно перешивать, потому что все затекает. Это уже перешито, поменен поролон. Конечно на порядок лучше, но всегда есть к чему стремиться, не идеально. Сиденье это конечно боль. Большинство тем, у кого высокий рост, нужны будут проставки. Вверх и на себя. Потому что вверх еще полбеды, но вот на себя, вот эти вот 3 сантиметра, это прям очень надо, потому что руки начинают затекать. Затекать достаточно сильно, но после того, как долго проедешь, прям очень было некомфортно. Вот, по поводу пробега. Естественно никаких проблем не было. Расход за эти получается 13 тысяч. У меня устаканился ровно 22,2 км на литр. Это то же самое, что 4,6. При этом езжу я как хочется, никаких экономных режимов. Ну и в принципе так сильно не гоняю. Умеренно. Можно как бы и меньше. По поводу доработок. Начнем сзади. Это задний хагер. Все доработки, все салька. Это передний, вот этот вот, который защищает амортизатор. Его не было. Амортизатор закидывает знатно без него. С ним, ну вот он, как чистый теперь, так и чистый. Но был установлен кофр, его не был. Но это оригинал. Этот хагер крепится в обычном формате, просто заезжает и все, притягивается гаечкой. Переднее до крыла. Сначала у меня был маленький, вот до суда. Все равно вот сюда вот закидывает. С этим тоже куплен на Алиэкспресс. Тут кронштейны металлические. Идеально закидывает только вон туда. То есть вот сюда, даже вот прям по низу чуть-чуть. Тут все прям, все чисто-чисто. Сетка на радиатор. Ветровое стекло я поменял, так как рост метр девяносто. Это куплено на Авито. Хотелось чуть побольше и чуть пошире с ним, но изумительно, никаких вообще проблем. Это еще не последнее положение, предпоследнее. Вот здесь накладочки мягкие. Вот здесь получается, так же, как раньше ставил на Алиэкспресс, тоже есть накладки на скотч. Они более широкий обзор делают. Тут сумку на бак с креплением таймлок. Тут все встает отлично. Под мелочевку, под камеры. Датчики давления в шинах, датчики выносные. Так как не пиля металлический. Прекрасно они здесь стоят. Не откручиваются, никаких проблем. Все отлично, все показывает. Все супер. Так, по поводу спрашивали CarPlay и Android Auto. Когда вставляешь провод, постоянно провод отваливался. Точнее, соединение было нереально. Куплен до 2000 рублей, по-моему, 1800 переходничок в виде флешки, который преобразовывает проводной в беспроводной. На Алиэкспресс целая куча. Сюда вынут USB, туда положен, там валяется, работает как с Android Auto, как с CarPlay, с iPhone. Пользуюсь каждый ваш день. Слушаю Яндекс.Музыку всегда. Прекрасно работает. Никаких проблем больше, ни с какими проводами. Ну, ничего нет. То есть, это вот прям то, что надо. Их прям целая куча на Али. Выглядит как флешка. Обычная маленькая, черненькая. Вот такая вот. Поэтому можно смело ее заказывать. По автоматической коробке роботу все шикарно. Никаких проблем. Работает изумительно. Но езжу всегда в режиме S1. То есть, S1 он переключает на 2,5. Где-то на 2,700. По оборотам всегда. По мне, для меня идеально. По поводу резины за 13. Но все, кто пользуется, все знают, что вот этот штатный даунлап. Это откровенная Г. Износ-то здесь небольшой. Ни спереди, ни сзади. Но сама резина, как видите, ну ни о чем. Плохо она очень держит. Мне совсем не нравится. Ну, поменяется. Сразу жалко. Конечно, меняется. Задняя тоже тут еще, ну, большой износ. Точнее, много еще до износа. Но вот здесь вот уже видно, что эта часть уже подстерлась. Посмотрим, насколько ее хватит. Так, в принципе, по доработкам, наверное, все. Все, да, боковые кофры не хочу, мне не нужны. Во всем остальном все шикарно. Ждем только дуги от ручки газа. Но пока что-то, пока что-то их нет. Видимо, зимой уже поставил, я надеюсь, чтобы поставить противотуманки. Провода я вывел от штатных разъемов под этим пластиком, пока лежат вон там. Ждут целого часа. Туманки также активировал. Будет работать через штатное меню. Будут вопросы, задавайте. Если что, пишите. А так, все отлично, катаем. Пока сезон не кончился. Цепь ни разу не подтягивал. Может быть и надо, но в этом плане все отлично. Смазываю, все хорошо. По поводу подвески. 15 сантиметров и тут, и там. Был до этого у меня, как все знают, Watch 500 DSX. Там тоже 15 сантиметров. Но те 15 пробивались каждый божий день по передней вилке. Особенно. Ну и задней тоже. Здесь я езжу по тем же местам. Все ровно так же. На порядок она мягче, эта подвеска. И еще вилку ни разу я не пробил. Вообще. Да, задний амортизатор, он регулируется. То есть, как угодно. То есть, подвеска, конечно, на плохих ямах жесткая. То есть, ну, прям жестко на ней. Не очень комфортно. Наверное, совсем не комфортно. Но вот на более-менее таком разбитом асфальте более-менее хорошо. И при этом, ну, очень комфортно ехать. Хотя, думаю, будет на порядок жестче. Но все равно по большим ямам ходу не хватает. Это не Африка, понятное дело. Была бы подвеска, была бы Африка. Вот. Но, в принципе, хватает. Вот как-то так. Если что, пишите в комментариях. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok